Всем еще раз добрый вечер. Сегодня, учитывая то, что вчера были лаги на Овниде, мы транслируем сразу и на Джастин, и на Унд. Надеюсь, что вы нашли себе место не лагающее, и что это не будет нас отвлекать от непосредственно просмотра игры. Шаттертемпл. Ближний по воздуху Респы. Посмотрим, как события развернутся в этой игре. Вначале я, наверное, все-таки еще почитаю комменты, учитывая то, что вначале не так много интересных вещей. Абер умирал или от геликов, или от дропа. Будем надеяться, тренироваться к Дримхаку получше сможет. Ну, вообще он и от выходов умирал. То есть смысл гелионов и дропа в том, чтобы, продвигаясь нычками самостоятельно по 2, 3, 4, копить классный лимит с грейдами, и при этом еще не давать зергу хамиться. Кажется, против этого хорошо решает мута, и вроде в один момент просто ворвался с мутолистками и почти съел всего хэппи. Залетел оверлорд, причем спал... А, нет. Не знаю, спалился он или не спалился. Смотрите, тень не отображается, если оверлорда не видно. Для меня открытие. Прикольно, можно играть сейчас на любых настройках. Все равно не будет видно оверлорда. А я некоторое время был уверен, что тень палится. Ясно. Ну ладно. Сори, что дезинформировал определенную часть народа. Аристоева играет в 15-ю хату. Торик застраивает рампочку. И... Выходит в газ, но это газ не под... Не под гелионов, это газ скорее под... Не знаю, под лабу, например. Да, скорее под лабу, даже не под реактор, потому что не успевает 50 минералов накопиться. Да, это лаба. Предлагаю Тайвера позвать на стрим. Не хочется его отвлекать, я предложу сейчас ему. Торик начинает агрессивничать через бункер. Тык-тык. Ну так, может быть, рабочих покатает Аристоева, думаю, это... Но особо не ведется на это Аристоева. Всего два раба у него. И собирается играть через... В АТЦ через Рипера. Правда, зачем он продолжает добывать газ? Не совсем понятно. То есть у него бы раньше была АТЦ. Ну, видимо, ему нужна факта пораньше. Прибегает первый Рипер. Бункер не достроен. О! Минус один рабочий, уже хорошо. И с собаками он, конечно же, справится. Ой, как перехалявил-то. Не ожидал, очевидно, не ожидал Аристоева. И бункер достроится, вот в чем проблема. Да, достраивается бункер, тут же спасается КСМ-ка, спасается Рипер и начинает бомбить хату. Можно, кстати, еще одного Рипера построить, раз уж такая малина пошла. Потому что даже есть вероятность, что ты хату сбреешь. Второй, третий Рипер, парочка КСМ-ок. И давай нападай. С двумя Квинами танкует, отбивается с собаками. Да, вот плохо, что Рипер атакует Квин. А не Псов. Истакует и без бонуса, и по армору, получается, да? Готов ЦЦ. У Турюка перелетает, выходит в танки с Сиджем. Ну, вряд ли это будет Гелеона с адским пламенем. На такой стадии с экспандом. То есть это, как правило, фаст Сидж. Гелеон строится, да, все-таки Сидж пошел. Грейт. Турюк вообще любит играть в технику. В принципе. И... Видимо, здесь... Не будет исключения из правил. Забежала собака. Кстати, увидела светящуюся зеленым светом крутящуюся лабу. Могла догадаться, что... Что-то здесь не чисто. Один всего Гелеон. То есть, скорее всего, там не синее пламя. Обычно, если синее делают, то... Гелеона должно быть побольше. Поэтому это танки с Сидж. Как на танки с Сидж зверк должен реагировать? Вроде как нужно играть более халявно. В таком случае. То есть, ставить быстрее третий, узная, что противник не выйдет на тебя рано. Потихонечку делать грейды. Но Терри Стейл, судя по всему, испугался именно Гелеонов. Потому что вот эта вот плетка, которую он ставит, очень похоже, что он боится именно приезда Гелеонов, которого не будет. О, Авер готов. Классно. Сейчас мы услышим самого Алексея Друнина, который играл с Хэппи. Привет! Привет, привет. Ну, у нас тут как бы игра потихонечку идет, рестает Турюк, но... Там на стриме же задержка большая, да? На Джастине нету. О, на Джастине нету. На твоем Джастине нет. Хорошо. Вот, ну, какие у тебя эмоции после игры с Хэппи? Да, в принципе, так, свои ошибки понял. Основная, конечно, была в том, что я сегодня сыграл непростительно много для себя игр. Много? Такое бывает? Ну да, я сегодня игр 30 сыграл, наверное, вот до этого матча. И, похоже, переиграл Малец. Потому что вот в первых играх я хорошо чувствовал себя. В первых трех, а в четвертых вообще жесть какая-то начала происходить. Ну, у меня все разбиндилось, я не мог собраться вообще с мыслями. Бред какой-то. Ясно. Ну, ничего страшного, в принципе. То есть ты особо не переживаешь по этому поводу? Игры-то хорошие получились, безусловно. Ну, если бы я победил, как бы было понятно, я бы стал праздновать бла-бла-топала. Не сделал бы никаких выводов, а так посмотрю демки, сделаю определенные выводы для себя, подкорректирую. Сейчас как бы, ну, для меня задача номер один — это подготовка к DreamHack, а все остальное уже как повезет. Угу. Ну, хорошо. Ты загрузил стрим? Да, смотрю. Чуть-чуть-чуть подлагивает. Джастин. На удивление, ну, ничего страшного. Какой счет? 0-0? Да, они только начали. Они все матчи идут друг за дружкой, поэтому мы ничего не пропускаем. Ну, я думаю, Аристалл подготовился к теме, которую делает друг всегда. Угу. Он всегда начинает одинаково. Он делал передроп тут, да? Нет. Нет, не делал. А что он делал? Он из агрессии рипера делал в самом начале, больше ничего. Да, бывает. У него, ну, всего два билдордера. Первый застраивает с бункерами рипером. Угу. А второй, ну, марики и передроп. Угу. Ну, марики, геленый, передроп. А потом он всегда банши делает обязательно. Есть такое. Так, а потом? А потом уже чистый мех делает с грейдами на землю. И, учитывая то, что ты штрюком играл, или... Ну, не так давно, я на каких-то отборочных с ним играл, да. Выиграл? Я не помню. Да, выиграл 2-1. А, там же Нидус эти были, да. Да, разводы были. Ясно. О, Нидус пошел. Да, судя по всему, Аристалл тоже собирается... А, расшатывать. Ну, против меха по-другому тяжело, на самом деле, играть. Еще можно фазбродвордов, но... Совсем... Рискованно получается. Рандомно, да, получается. Если мех терран идет в 2 базы и тупо копится, и выходит, он тебя убивает без шансов. Если он третий уставит, тогда вы играете как бы на равных. Угу. Это не тот выбор, но если ты чувствуешь, что ты сильнее, то, соответственно, нужно играть в разводы, где можно уже реализовать свое преимущество именно в скилле. Вот, что я думаю, Аристалл сейчас и будет делать. Хотя Нидус по мне так рановат. Я предпочитаю сначала... С третьей базой, да? Да, хорошенько базы раскачать все, а потом уже начать разводить. Потому что если рано вот так начнешь разводить, потом сам еще... Ну, экономики может не хватить в итоге. С другой стороны, вот когда так рано разводишь, соответственно, не ожидает, конечно, Тюрюк. Но минусы в том, что у него всего 2 базы, и он стоит как бы посередине. Ему несложно будет защищаться. Да, но сейчас как раз не вовремя выходит, и одновременно с этим крик Нидуса такой... Ааа, домой! Ну, вообще, да, если 3 нычки, то... Тот маршрут, который необходим основной армии проделать, чтобы отбиться, он в 2 раза больше получается. То есть, соответственно, если бы уже макроигра была, и террин был бы где-то на золоте, тут вообще бы начался хаос у него. Слушай, а прикольно, если на тебя идут, ну, например, у тебя там либо собаки, либо роучи, их пытаться на 2-3 группы, ну, 3-4, как можно больше, делить таким образом, чтобы одной просветкой не задело, учитывая то, что тут ворона нет. Ну да. Как это контрить? Туреточки только. Туреточки. Ну, как правило, где-то есть туретки, и вороны могут сделать и просветок довольно много на поздней стадии. В принципе, сейчас туреточ нормально отбился, но рестайл как бы грамотно отвлек его просто на время. Сейчас будет минус баньши справа от мутки. Сейчас главное уже позасирать ему экспанды по-быстрому, к виной. Это, ну, реально важно, потому что если ты еще раз вводишь на просветке, на мейне у него тупо может не хватить просветок, чтобы опухоли убить. Ты сильно замедлишь его. Не, ну, а реста однозначно подготовился. Да, видно. Кому что делает. И смотри, он роучи снизу перекидывает наверх, и таким образом он сражается с половиной армии терна, которая не может отбиться. И вот таким вот простым разводом он не просто развлек человека, он его, кажется, даже убил. Да, вполне вероятно. И нидус надо опять вниз кидать. Ага. Да, там как раз если бы эти роучи ушли обратно в нидус нижний. Да, все грамотно. Только единственная проблема, что у второй игры как бы вдруг уже подготовиться к таким нидусам, и нужно будет что-то новое. Но как вариант выигрыша одной игры очень хорошо. Ну, то есть соплайчики он расставит грамотно, и уже ему будет проще. Ага. А тут, конечно, да, уже ареста вряд ли отпустит. Хотя, с другой стороны, у него не так много бас. Еще один нидус справа. Туреточку делает. Можно поговоряться. И еще нидус наверху будет один. Чик. Да, пошел. А, они же не могут одновременно настроиться, да? Нет. И я одну игру, помнится, даже проиграл. Какую-то, ну, на кингстоне вроде. Или не на кингстоне, ну, на турнире на каком-то. Это из-за того, что я, короче, через шипт кинул, а через шипт не кидаются. Да. Ну, ничего. И у меня в итоге просто нидус не кинулся, я. Уже ждал, ждал его. А, да, против протаса, против бишу. Все, уже нашел слегкую зону, но туда. Грамотно очень, арестаурос. И смотри, туда, и сразу вниз так чик, и выгрузка. Унизу сейчас будет, так-так-так-так. Правда, здесь... Проченько хорошо развел. Ну, конечно, ему с первым нидусом жаско повезло, что ты руку это время выходил. О-о-о, пухлики еще пошли. Сейчас можно тут всю нычку убить, пока там не торопится. А, нет, нет, тут... Тут микоз был кинут в рабов просто. Ну, с другой стороны, когда у тебя три базы работают, четвертое золото поставлено... Ну, да. Так вот, харасить. Мейна у него, по сути, нет. Работает только одна база. По лимиту все довольно печально, по инкаму тоже весьма грустно. Х3, наверное, х2 по лимиту. Ну, с другой стороны, смотри, они 3 в 3 играют, поэтому... Да не совсем 3 в 3. Ну, да. То есть тут на мейне рабов беда. Рабов-то, сколько рабов вообще? Тридцать шесть? Девять, тридцать шесть. Счально. Разница в тридцатку. Открывает уже по земле. Тут камешки. Подходит тор. В принципе, ну, еще теоретически может тверк стабилизировать это все дело. То есть он, ну, вроде как заметил Грейтер Шпарер, насколько я понял, он викингов подстраивал. А, или он просто против... Может, против оверов. Из трех баз особо рудов не выйдешь. У него золото вроде сейчас только раскачано, да? Значит, уже 4, и тогда нормально. Да, золото уже процентов на 70 готово. Отлично. Не, ну это, я думаю, игра уже за рестелл останется. Ну, хотя, вот, Трюк, в принципе, теоретически может камбэкнуться, но будет реально сложно. Угу. В принципе, у Аристоу не так много ресурсов, но всего 5 брудлордов, хотя Караптеров прилично. Если заметят вовремя Караптеров, как бы, Трюк, тогда еще можно что-то сделать. Но, я думаю, он не заметит. Он вряд ли выходить будет куда-либо в ближайшее время. У него другие занятия сейчас. Угу. Он там у Тора особенно наверху. Я предпочитаю все-таки, когда Мариков так оставляют. Да, он не успеет уже викингов отстроить. У него всего один старпорт. Без реактора. Так-то по лимиту более-менее сравнялись, но... Че с брудлордами-то делать? Хотя Торрис со второй атакой... Там будет больше брудлордов, чем... Он еще... Морфится 5 штучек-то. Ну, там на мили же нету вроде атаки, да? Поэтому брудлинги будут против второго армора вообще не очень. 10 спорок, нифига себе. А, это он экстра лимит делает? Да, отмена. 204 лимита. Какой-то слабенький экстра лимит. Выдвигается Терран, думает, что сейчас я поагрессивничаю, но... Как увидит брудлордов, сразу домой и строите викингов. Я думаю, он даже не уйдет от Микваза, потому что тут... Опухоли везде. Арестал должен словить это все дело. А-а-а, беги-беги! А, увидел. Все, и пошли викинги подвое, но... Они не успеют просто сделаться. Надо сворачиваться, сваливать оттуда. Не хочешь сыночку отдавать? Да. Беда. А почему не решил нападать сейчас Аресталу? Ну, он вообще любитель... Не нападать. Угу. Хочет закрепить преимущество, но он как раз может его этим отдать скорее. А он третью нычку пошел взбревать, да? Да, да. И, кстати, не ожидает этого Турюк. Просто такая гапша сейчас на третью. Оп, уже спалился зерглинг. И баба. А тут как раз еще и старпорты. Неприятно. По пять викингов. Ну, может отстроиться. Может. Как быстро умирает рабочий. Ну, от, собственно, танчика особенно. Ну, там золото встало, конечно, но... Тут два стопорта. Вот в стеки вот летают товарищи. Довольно рис... Сильно рискуют. Да, могли бы давно уже Микос получить, в принципе. Как они стекаются вообще по-жёсткому. Как мутка. И никто не наказывает их за это. Ну, теперь у Терна есть новая база, новая проблема. Зерга. Ну, да. И тут ломиться на нее как-то совсем не хочется. Ой, Турюк еще выходит. Да ладно. Да ладно. На слизь без палева вообще идет. Такая наглость. Опухоль расстреливает вокруг себя в большом количестве. Все, набегают псы, раскладываются танки. Зачем раскладываются танки? Тут, конечно, уже отдача будет, я думаю. А ты в Стео думаешь? Нет, это Терка. Ну вот. Куда так прям на слизь? И сразу после золота, что самое интересное. Ну да. Одновременно, можно сказать. Хотя вот с инфестидами надо по викингам стрелять. Иначе получается какая-то... А, там резкий переход в ультралисков. Типа, убивай меня, убивай меня полностью. Моих бурдлордов. Хоть лимит освободится под ультралов. И так сразу, 200 лимита ультралисков. Это уже слишком жесткое эконом-преимущество. Да, 200 лимита на 87. 87. Довольно уверенно, Аристео берет первый матч. Сейчас будет торжественное шествие слонов. От базы Зерга до базы Тирана. Которую будет сложно остановить. Ну тут очевидная ошибка Тирюка. Я думаю, он сразу поймет, где он был неправ. Он слишком... Ну, первый же Нидус пропустил. И прям... И вышел еще в это время. Короче, у него вообще... Все, не к черту получилось. Слоны пошли. Ой, так Тирюк перепугался немножко. Но когда увидел, что ребята на планетарку, можно немножко поагрессивничать. Ну, совсем чуть-чуть. Пока планетарка живет. А потом... А потом надо назад, наверное. О, викинги такие грозные. Смотри, 13 урон. Такие сели и начали расстреливать. Робокопы. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы. Герою нашему, сегодняшнему. Сдавайте их в комментариях к новости Кубок Кингсона ССД. У нас сегодня еще три интересных матча. Я не знаю, надолго ли ты... Я, если честно, не хотел тебя отвлекать, потому что... Да я пока что еще не в состоянии играть. Мне, видимо, надо будет поужинать. По-позже. Потому что я реально чувствую себя странно. 30 игр — это довольно интересное ощущение. Последний раз я 30 игр... Это было 36. У меня было игр в Warcraft перед ВЦГ, наверное, лет 5 назад. Крыша едет. Даже если ты просто штампуешь минут по 15. 30 игр по 15 минут. Это ж... Не подумавшись, сделал. Подожди, а сколько часов получается? Это 8-9 часов при среднем, если без перерывов. Ну, я где-то в 12 начал, и вот в 6 закончил. Ну, значит, быстрые какие-то все игры, либо не 30 игр. Ну, на лейдере вообще долгие игры редко бывают. Там игроки не слишком жесткие. А можно мне войти, наверное? Почему ты не делал муту в первых играх? Кстати, да. Вот этот вопрос от товарищей. Почему не мутка? Мутка вроде, кстати, неплохо во второй игре. Ой, в третьей, получается. Ну, если бы я еще не забыл 5 там, 5 там, то да, мог бы вообще убить мутой. Потому что, в принципе, я не особо любитель муты. То есть, вот такое вот личное предпочтение. Сейчас я отвечу. Секунду. Давай, конечно. Беспот. Оп, микрофон выключил. Так, Хэппи сейчас негодует. Испортили мой сухой счет. Да, вообще, Хэппи впервые отдал матч на Кубке Kings and SSD. До этого у него были исключительно победы в сухую над Юниксом, над Братком. Ну, ничего. Начинается второй матч Аристейл Турюк. Нужно поменять будет счет, не забыть после начала матча. Всем еще раз большой привет. Четыре матча сегодня в рамках Кубка Kingston и SSD. Близится с... Вот, подходим мы к самому-самому интересному моменту. К финалу и к тому, кто из лазеров будет поделиться. Подниматься. Там тоже такая зароба будет. В нижней части сетки. Скажи, как ты контролил во второй игре столько всего сразу? Даже майкер не поспевал за тобой. Спрашивает, Би Хэппи. 0.11. Давай, давай. Скромняга, ответь. Ну, со стороны выглядит сложнее, чем на самом деле. Да? Да. Если, ну, ты достаточно в форме, то это не так сложно делать все. Больше на автомате все это делаешь и все. Командич говорит, довольно интересный комментарий, кстати. Интересно, что скажет Игорь Андреевич, если в финале будут Аристео и Хэппи. А то он после ВЦГ много чего говорил про случайных победителей. Вообще повторяется интересная ситуация. То есть мы поменяли систему в корне. Сделали ее там с группами, с посевом, туда-сюда. Пригласили тех, кто был на ВЦГ. Сделали 4 отборочных туры в результате. По крайней мере сейчас уже вот Аристео как раз в двух шагах буквально от такого же финала, что и на ВЦГ. Вообще любопытное совпадение, закономерность. Я всегда говорил, те, кто выигрывает, очевидно, умеют играть хорошо. И глупо отрицать обратно. Бывают, конечно, случайности, но не в финал выходят случайно. У нас тут вопрос был по поводу эволюшена на карте терминус Се. Помнишь, который сначала ты построил в минералах для того, чтобы засейвить раба, а потом не отменил. Я сначала подумал, что ты не отменил эволюшен, а забыл про него. Или это было сделано специально для грейда? Я, ну, когда уже на последний хп увидел, думал, отменять нет. Решил, что у меня, ну, есть ресурсы, чтобы там грейд заказать. И против баньши я его оставил. Но решил, что будет выгоднее потом его просто убить. Ага. А мы начали там просто... Сначала подумали, что это фейл. И вот, на этот раз не отменил эволюшен. То есть и там ошибся, и тут ошибся. Что же делать с ним? Вот. Но потом, когда грейд пошел довольно ранее на первую атаку... Ну, я просто подумал, у меня все равно нычка, ну, быстрая третья. Я туда могу рабов. Если будет мешаться тут. Он не стал отменять просто. Ну, быстро играет, получился. И защита от баньши неожиданной. Эквивалентий, говорит. Аберт, ты супер, спасибо тебе за отличную партию. Как будто сам играл. Да. Ну, что, тут... Да, тут ццшечка. Стандартненько, все. Ну, вот Турюх может выйти как раз вот с 12-14 мариков. Он, скорее всего, закроется с тремя бараками. И... Возможно... Да, но при этом он будет в мех играть. Да, конечно. Конечно. То есть, он просто их на мясо делает, чтобы поднапрячь. И все. Это... Ну, и у вас тоже стандарт на Шагуросе, в принципе. Не первый раз я уже это все вижу. Соответственно, Аристео, судя по билду, отлично знает об этой особенности тоже. Он, я, по-моему, и не разведал, да? А, нет, разведал. Нычку видел, бараки нет. Ну, очевидно, он все-таки просмотрел демки своего соперника. Угу. То есть, до выхода мариков можно спокойно строить рабов. Под выход просто иметь собак с мувом и принимать. Да, тут... Ну, ставить третью можно. Угу. Раньше. Тут вся суть страта Турюка в том, что он первое время собирает только минералы, делает нон-стоп мариков и нон-стоп рабов. Получается, что экономику он раскачивает на максимум по рабам. Но при этом не дает Зергу раскачивать экономику по максимуму, штампуя мариков для агрессии. Вот и все. То есть, получается, если Зерг будет так же халявить и строить на все личинки, как дронов, он перегонит, но не сильно при том тирана. Ну, то есть, будет разница 8-10 рабов. Но при этом просто тогда Турюк придет и убьет. Вот и все. То есть, сейчас они абсолютно идентичны по рабам. Чуть-чуть впереди Зерг. И он, кстати, может поплатиться за это. У него всего одна санка. Вот, ну... Реально. Прикинь, сейчас было бы круто. Берет всех КСМок и идет в атаку. Все, ГГ. Ничего не сделать. Ну, если собака спалит, то можно попробовать еще 5 санок воткнуть. Не, не успеваешь уже. Когда вот так бегут. Тем более КСМок можно и сзади пустить. Кстати, сейчас... Ну, нет. Нормально отобьется. Мув есть. Проблема в том, что собак нет. Мув есть, собак нет. Ну, нет. Собак-то нормально уже. Тут как раз не стоит перебарщивать пацаночкой. Нормально можно отбиться. Уверен? Ну, вот так не стоило собак отдавать. Их надо было в последнюю очередь пускать, на самом деле. Морики уже окупились. Еще сейчас рабы потерпят. Главное, не пацанкой, но он не успел уйти. Но можно еще влевую сюда. И все. Ну, это, конечно, печаль. Сомнительно, что ареста теперь вытащит. Чуть-чуть перехалявил. Шпиль. У него очень ранний. Мне кажется, все равно торы бы успели сделаться. Слушай, а если под это дело вообще собак не строят, сделать санку и трех бейлингов, например? Он же тоже не зайдет. Ну, бейлингов можно отконтролить, ты же не знаешь. Как отконтролить? Ну, ты же на слизь идешь. Или не догоняют бейлинги на слизи мариков отступающих? Догоняют, но ты можешь выстрелить, отступить, выстрелить, отступить, выстрелить, отступить. Ну, на рампе имеется в виду. Вот стоит санка и рядом бейлинги. Там же сложно будет уйти. Можно отфокусить просто бейлингов. Ясненько, ясненько. А тут прям четыре факты с четырьмя... А, три техлаба, один. Одна эта. Мутка, кажется, не зарешает уже. Потому что и туреточки уже есть. Третьей базы нет. Это проблема. Уже стала проблемой для зерга. Ну, я думаю, основная проблема в том, что на 7 рабов разница. Притом не в зерговскую пользу. Да. А молы еще доставляют. Такая значительная разница по инкаму сейчас. 1700-1800, даже на 2к прыгает иногда против 1к у зерга. На самом деле, тут вообще можно на халяву выиграть. Тюрюка очень легко. Так. Когда он по этой страте играет. Так. Но я, пожалуй, воздержусь в дальнейших комментариях. Потому что я могу с ним в лозерах играть уже следующий раунд. Насколько я понимаю. Кажется, вы в разных частях сетки будете. Но, как скажешь. Мы как раз из разных частей венеров, получается. Ну да. И поменяйтесь, в разные части по лозерам попадете. Да. То есть встретитесь максимум в этом. Ну, скорее всего. Через раунд, да. По секрету тебе потом расскажем. Да. О, обязательно, обязательно. Special Tactics. 30 игр. Когда ты последний раз 30 игр играл вообще? В Варкрафте, наверное. Ну, это хорошо, что ты начал. Душа радуется. Ладно, хорошо. Мне немало, что сегодня дали, на самом деле. А вот это плохо. Ну, механику они тебе дали. Этого, может быть, не... Но тыкать будешь точнее. Только сейчас, на 11-й минуте, зерк ставит хату внизу. И ЦЦ уже почти достроилась. Тверюка, и он явно особо не будет долго ждать. Нидусы. А тут у нас тремы торы такие стоят. И саплай как раз по таймингу. Тык-тык. Давай, нападай. Справа еще не хватает. А, справа голяк. Ну, да, есть куда... Стоит. Но там его с другой стороны легко отбивать. А тут смотри, масс-марики и масс-торы. Чисто против муты делает тему. Но там же роучер со второй атакой. Это не такой хороший микс против роучер. Хотя, если танки Сидж есть, можно переключиться. И грейды будут те же. Что не страшно. Иночка далеко от тяжелого раскачивать. Тебя против меха... Ну, все-таки нужно внизу ставить. Там ты ставишь ее, чтобы тебе не пришли, не сбережь. Или быстро пехотой. А против меха как раз надо на втором экспанде ставить. Ну, вот. Как у тебя только. У соседа. Потому что, да, можно санками и верхней, и нижней ангелеонов защитить. А как насчет на подобных картах ставить ничку через нидус ко мне на 12 часах, например? Ну, можно, конечно, но это дикое палево, потому что ты орешь нидусом, ничего не происходит. И террин волей-неволей задумывается. Угу. Что ты там мутишь? Ну, а что он может сделать? Только передроп. Опа, нидус пошел на мейн. Да, нашел все-таки. И как нельзя, кстати, тут у нас арсенал есть. Крутящийся, но... Блин. Это странно. Почему не стал атаковать? Может, он не играл за терринов и не знает, что это значит? Ну, здесь две штуки. Одна крутится быстро, другая медленно. Я тоже не... Моле крутится. Нет, это... Может, одной на воздух грейд делается, другой на землю. А, ну, да, возможно. Так бы террин на две минуты по грейду бы отстал. Больше, чем на две минуты. Ну, имеется в виду, что он там не полностью был сделан, а на две трети, и как раз там получается... Да, больше, чем на две минуты. Опа, нападение одновременно с этим роучами, такая диверсия за рабов. Ну, тут сейчас танчики переразложатся нормально. Такие рабочие беспалевые уже возвращаются. Начинают чинить еще что-то. Ну, вот в этот раз, видишь, тут чуть-чуть в другой схеме идет игра, но у тебя рука же где-то куча пехоты была, нет? Расставь по одному марику. Тут четыре марика нужно, чтобы всю базу защитить на патруле. И все. Четыре мутки нашел где-то, Аристео. Да это еще те живые остатки. Сладкие. И нюз тут же, баба! Типа подсветил. Блин, я лагаю, да? Нет, ты лагаешь. Оберминус. В скайпе его тоже нет. Как вы слышите. Да, отключился. Беда, беда. Там предлагает Монага стримить подготовку к DreamHack'у. Потому что это не самый лучший вариант для подготовки. Аристео. Аристео. Так. Авера выкидывает Нидус идет, но он достроиться не сможет Потому что здесь и гелионы палят И рабочие Но зато мутка успевает Поубивать рабочих рикошетом, которые подходили Одновременно с этим идет Атака в лоб Что называется Шпиль еще не готов Кучка зерга маленькая Совсем маленькая Закупки у инфесторов нет А вот сложенные танки Сейчас можно напасть Да, и нападает Закидывает инфеститернов Хватит ли роучи Хватит ли роучи с инфесторами Да, хватит Уже видно по динамике, что хватит Роучи правда осталось совсем Совсем мало Но инфеститерны справились В это время заехали гелионы Пожгли немного рабов Что у нас там по рабочим получается 70 на 56 Преимущество конечно хорошего У зерга по экономике Еще один нидус Сверху Но у терна 3 то базы есть Сейчас правда мейн заканчивается уже И рабочих на мейне не густо И эксп заканчивается То есть Вот этот вот нидус он очень важен Потому что это следующая точка Куда терн скорее всего будет выходить Хотя может и сюда выйти На 6 часов вниз Но вряд ли 10 караптеров Это мы под брудлорда встроимся Но проблема У арестела в том Что у него газа нет Газа нет Для того чтобы сделать Нормальное количество Брудлордов Хотя газ он собирает Вот нычку надо еще газовую Тут тык тык Два газа поставит Как только придет Увидит Избревается Нидус Тут сидит собака И слизь растекается В общем А одновременно с этим Нидус на мейн Но тут опять же Миллион рабочих И танчик еще стреляет Наверху Но это Совсем без шансов И зерга больше по лимитам Далеко он еще не проиграл Летится ц4 наверх Здесь все еще есть слизь Придется подождать где-то Минуту полторы Роучи заходит на планетарку Но какой-то невнятный Был забег И торы тут палят И барак И планетарка Сама по себе стреляет И Аристео делает гвардов Хозяев стаи Брудлордов В втором Старкрафте 200 лимита Газ в ноль Вот две газилочки Как раз Аристео ставит На нычке Которая должна быть Исключительно газовый В такой ситуации Табер звонит Алло Шах Да у меня Я не буду наверное В следующие игры заходить Потому что у меня сегодня Уже не первый раз У нас тоже проблемы Сегодня с инетом Я сходил Оплатил инет Второй Для того чтобы Было постабильней А у них сегодня Весь вечер инет не работает Я смотрю Тут Аристео выруливает Да, да, да Игра затянулась Как-то туда-сюда Похарасил Позабежал Подраскачал нычки И Вот теперь уже Снова летит Бродлордами Конечно Не столь хорошая ситуация Как в прошлый раз Но Тоже неплохая Тут как Микос ляжет Я думаю Как инфестерны Будут закинуты В этот раз Я думаю Он не сможет Если так Прошло Свичнуться быстро Не-не-не Ресурсов У него есть ресурсы Но он и так продавливает Убивает всю землю Сейчас может покарать четвертую Бродлорды По традиции Отдаются на викингах Но Вместо толпы слонов Он решает Сделать 40 роучей Просто вот Хоп 40 роучей Хороший вариант Да, викинги летают Что они сделают С роучами Плюс этот лимит Ты строишь сразу же Вот хоп Он у тебя И появился И вроде как И с торами Ты можешь Пообщаться И вот они бегут Бегут роучи 190 лимита Против 120 Правда зачем он ломится На экспант Может нужно Четвертую сейчас вырубать Последнего фактически Добывающую нычку Тирана Причем он ее видел Сложно планетарку убивать Ну а здесь все равно Планетарки Куда ты не сунешься У тебя все равно планетарки И И для роучи С двумя грыдами Ситуация в самом начале Забег мариков Отставание колоссальное По количеству рабов Вот сейчас совсем не нужно Сюда ломиться Да, Аристео это прекрасно понимает И со спокойной душой Посылает свою армию На последнюю Абсолютно последнюю Добывающую нычку То есть на мэйне Там есть 10 рабов А справа вверху Это минычка Правда? Не, не, не Все Все 2-0 Аристео побеждает И становится еще На один шажок Ближе к Финалу ВЦГ Ой тут хомяк Выруливает Что-то мне подсовывает Куда ты пришел Что ты Что-что-что Если он еще Слегка изменит Свой стиль Ну то есть Не будет так рано Нидусы делать Получится Что он еще проще Будет побеждать То есть тут он Зачем-то Очень быстро В технологии пошел Чуть помедленнее Технологии делать И более так Все размеренно И Тогда и в начале Не потерпит И вообще Легко выиграет Ну то есть Очевидно Что он умеет Играть против Механики И Вот и все Аберт Ты считаешь Хэппи крутым? Провокационный вопрос Давай Нет А кого ты считаешь Крутым? Майтфрага Так он же вообще Никто Во втором Старкрафте Зато он крутой Потому что? Потому что Он крутой Он Передумал Хара с гаргами Ну точнее Ввел их в моду А если говорить О втором Старкрафте? Ну Марин Кинг Крутой Он реально Крутой Потому что Он ввел Мариков в моду Да? Потому что Я вчера Или сегодня Смотрел демки Вот с Идрой Где он Просто Чудеса творил С Десятью Мариками Он там Двенадцать Лингов Со скоростью И три Бэйлинга Или четыре Расконтролил Вообще В ноль Не потеряв Ничего Вообще Идрой По-моему Был в шоке Просто Он Отфокусил Как раз Трех Бэйлингов И Хит-н-раном Отбился От собак Это было круто Ясно А демочки Откуда взял? Из-кодворя Обком Там иногда Бывают Интересные Ну что Видимо Трюк Не готов Играть С сильным Зергом Который Умеет Против Механики Играть Ну Это Лакифиш Не является Сильным Зергом? Ну Видимо У него Все-таки Против Био Хорошо Идет А против Механики Не очень Потому Что Трюк Сейчас Как-то Даже Когда у него Все хорошо В начале Было Он не Воспользовался Преимуществом Он Надо было Просто Оставить Четыре Марика На патруле Чтобы Никакие Нидусы Тебя Не беспокоили Ну допустим Один танк Чтобы Им убивать Эти Нидусы Добивать И Сходить К примеру В атаку Пока Ничего Нету Никаких Брудволдеров Инфесторов Как-то Поднапрячь Или Третью Сразу Занять Преимущество Реализовать А не Опять Сидеть И Ждать Сейчас Наверное А нет Наверное Какая-то Задумка Есть Эту рука Но Ему Сейчас Надо Просто Удивить Например Сделать Две Факты С Реакторами Ну Или Что-то В этом Духе Потому Что От него Жду Какого-нибудь Передропа Потом Банч А Ему Нужно Что-то Такое Новенькое Для себя Сделать Ну Пока Что-то Все Хотя Нет Он Мариками Прячет Раннюю Факту А вот В прошлые Разы У нас Была Ранняя Факта Когда Он Так Делает Это Практически Стопроцентный Передроп То есть Старгейт Медевак Восемь мариков Четыре Геллона Не Старгейт А Старпорт Старгейт У Протасов Старгейт Да Но Это Терран Порт Ладно Я понял Хорошо И Самое Печальное Вот В этой Стратегии От Дюрюка Если Ты Хорошо Отбиваешься То Терран Сразу Просто В жутком Отставании Становится Угу Отбиваешься От эквенами И собаками Или чем Ну можно Роучами Отбиваться Но ими Менее удобно Угу Ну и очевидно Это Передроп Понятненько Понятненько Стараешься Убить Как можно Больше Квен И делаешь Башню Второго Газа У нас Нету Под Баншу Или Под Обычный Имеешь Ввиду Обычный Без Инвиза Несколько Банши После Медивака Заказывается Пристроечка И делаются Банши Они Тебя От ранней Агрессии Защищают Роучами Там И всем Остальным И Напрягают Не дают На третью Выйти Рано Тут Второй Газ Той Не Нужен Чтобы ЦЦ Пораньше Поставить Ну Как-то Ареста Даже По-моему Мув Делается Под Этот Билд Чисто Терюковский Смотри Медивак Вылетает И Мув Доделывается Ну Было бы Медивак Прилетает И у Тебя Сразу Все И Собаки И Мув И Вообще Под Этот Ну Да Посмотрим Как Это Бьется Собак То Нет Четыре Пса Четыре Это Базовые Псы Да Заказать Это Можно Всегда Он Конечно По Лимиту Сильно Втыкает Он Не Готов К этому Дропу Он Рабочих Сейчас Заказывает Он Может Не Отбиться От Этого Дропа Вообще А Чего же Он Ждет Или Они Приехали Прикольно Для Него Это Безусловно Сюрприз Чего Еще Можно Ждать Если К тебе Никто Не приходит Не приезжает Так Долго Это ГГшечка Скорее Всего Смотри На количество Рабов Убитых Справа Смотри На количество Рабов Джастин Начинает Буферить И В сильном Отставании Короче Четыре Раба Осталось У Аристео Всего Четыре Четыре Да На обоих Пазах Что Убито Тридцать Рабов Сейчас Будет Контра Атака Собаками Против Стенки За которой Стоят Гелеоны А и Банши Еще Вылетел Но Банши Здесь Совсем Не Нужно Потому что Плетку То есть Квины Остались Живы Справики Остались Живы Светит Сейчас Турюк Ну да Это 2-1 Очевидно 2-1 Да Очень странно Что он был Не готов К самому Стандартному Действию Турюка Ну вот Видишь Банши Идут Тоже На самом деле Берегу Сейчас Не засиживаться Просто Прийти Да Убить Тоже Может И отстроиться Маловероятно Ну Может Конечно Но Очень Маловероятно Но Прийти Убить Гораздо Проще Видишь Уже По рабам Не все Так Плохо В 22 Но уже Лучше Чем Когда 4 У тебя 10 Работ 2,5 Раза Больше Это же Все Живем Сейчас Он только На рабов Работает То есть У него Есть Личинки А не хватает Бабла Для того Чтобы Дронов Заказать И Он Обладает Определенной Смелостью Сейчас Еще Заказывает 8 Псов Зачем То 10 Куда Вот Это Я не Знаю Он боится Как раз Что К нему Сейчас Прилетит Дропчик С Мариками И Все И Не Отобьется Он От Банши С Дропом Он И Так Не Отобьется В общем Что Он Очень Много Лингов Делает Может У него Есть Какой Тайный План Ох Турик Хорошо Банши Тоже Контролит Шаг Выстрел Шаг Выстрел А Ну Единственное Что Он Может Надеяться Что Это Что Это Алын С Одной Базы Типа Сейчас Я Как Отобьюсь Он В Контратаку Идет Но Здесь Бункер Гелеоны И Как Тор Уже Извините Там С Одним Тором Будет Сложно Справиться Таким Количеством Собак Да Он Будет Сзади Палить Вот Набегают Псы И Это Последняя Атака Арест Он Забегает Начинает Есть Но Не Съедает 2-1 2-1 Ты точно В игру Не пойдешь? Да Давай Попробую Конечно Это Редко Бывает Думаю В ближайшие Три часа Ничего Не Произойдет Мне Вот Интересно Еще На Талдариме Увидеть Боих Игру Которая Сейчас Наверное И будет Талдариме 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 Че Они Создают Нет Да Уже Создали А Почему Тебя Нет В Гре О Криво 7 Криво 7 Прикольная Карта Против Механики С другой Стороны Не очень Прикольная Карта Если Тебя Хорошо Вначале Будут Разводить Извините Пожалуйста Что Отвлекаюсь Я должен Покинуть На полминутки Вас Хорошо Я От тебя Включу И Вернусь Скоро Извините Хорошо В этой Карте Конечно То Что Будет Макро Какое Никакое Чизы Тут Большая Редкость Хотя Ареста Может Попробовать Забеллинг Пушить Например Потому что Тут С Богатым Гейзером Хорошо Пушится На самом Деле Там Газа Как Полутора Газов Можно Много Беллингов Завернуть Не ставя При этом Вторую Газилку Соответственно И много Лингов Получается И Ну Практически Идеальная Карта Для Беллинг Пуши На самом Деле Но Ареста Вроде Небольшой Любитель Чизить Да и Зачем Чизить Когда Тебе Одну Игру Всего Надо Выиграть И Ты В Королях Так что Я думаю Тут Лучше Сыграть Хотя Можно Попробовать Зачизить Таким Предположением Что Зачизю Хорошо Не Зачизю Еще Попытка Будет Но Сейчас мы Узнаем В принципе Первоначально Будет Видно Есть ли Какие Планы Зачизить Аристе Если Есть То Он Поставит Внутри Соответственно Экспанд Если Он Захочет Играть Жесткое Макро То Он Ну Наружи Поставит Потому что Не Он Ставит Внутри То есть Если Ставишь Наружи То Уже Вероятность Беллинг Пуши Крайне Малая Зерга Потому что Ну Смысл Ему Пушить Не С Богатого Гейзера Я думаю Он тут И Газок Поставит Так же Как-то Стандарт Чтобы К К тому Времени Как хата Вылупилась У тебя Начали Собираться А тут Риперки Очень Интересно Ну Как Не очень Интересно Потому что Очевидно Надеялся На халяву На какую-то Тюрюк Но Халява Не Вышла Он Не Нашел Сразу Ты Видишь Что Происходит Да Я уже Здесь Вернулся Тяжело Дышу Микрофон Что Происходит Рипер Нычка Газ Да Зачем Рипер Только Совсем Непонятно На самом Деле Ну Как Здесь У него Есть Много Возможности Прыгать Здесь Такие Клевые Спуски Подъемы Он И разведает Третью И Побомбит Ой То есть Я думал Что Он Сначала Поставил Цц Потом Начал Уже Выходить В Рипера То есть Скорее Здесь Такая Последовательность Наверное Нужна У меня Вопрос К тебе По поводу Этой Карты Очевидно В прошлой Ну Тогда Когда ты Играл С Хэппи На этой Мапе Там Было Несколько Таких Ключевых Моментов Первый Наверное Был Это Когда Перебор Был По газу То есть Был Явно План Собрать Газ Для Того Чтобы Построить Муту Но Видно Что Он Не Пушил Тебя То есть Ты Осознанно Не достраивал Рабов Не успевал Их Достраивать Собственно Вопрос Почему На что Уходили Деньги Как Ты Планировал Строить Муту Имея Там Полтора Чуть Или Полтора К Газа Он Я Уже Ну Практически Накопил Денег На самом Да Да И был Выход И Пошел Выход И мне Пришлось Заказать Много Лингов И Ну Я Сразу Понял Что Тут Дело Плохо Что Муту Не стоит Заказывать Я Заказал Грейды На Лингов И Много Много Лингов Ясно Второй Момент Был Когда Мута С Зерглингами Вроде Как Уже Ворвались На Третью Базу И Вроде Как Там Хорошо Разменивались Но Мута Потом Взяла Просто И Улетела Вправо Ты Решил Не Продолжать Атаку Да Там Туреточка Была Тяжело Уже Было Мог Отдать Муту Решил Подождать Еще Когда Линги Придут Они Кстати Пришли Там Потом На Точке Сборов Еще Ну Да Вот Тут Очень Ареста Нагло Играет На Сам Дели Потому Что Если Были Сейчас Гелеона Они Были Раз Просто Заехали И Все Но С другой Стороны Он Ничего Не Сделает Тут Потому Что Бункер Турек Недоконтроливает Немножко Гелика И Теряет Его На Трех Врачах Просто В чистом Поле Да Но Против Четырех Пехотинцев Тут Ничего Особо Не Сделаешь Хотя Он Показывает Типа Он Пушит Чтобы На Сам Не Пушит Сам Раскачивается Грамотно Но Что Турек Не Сильно Паникует Тут И Может Быть Кстати Зря Потому Что А Танк Там Выходит Танк Выходит Танк Это ДПС Такой Ба 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 Он По Собакам Правда Стреляет Там Ба 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 Да Уже Даже Сидж Есть Ну И Че По Инкам Там Не Очень Все Ну Конечно Если Ты С Тараканами Пушишь Да И По Технологиям Тоже Беда Он Лингов Заказал Он Думал Что Пробьет Смотри Он Еще Много Много Лингов Смотреться На это Зергом Ну Турк Че Тоже Долгое Время КСМ Не Строит Но Он Их Потерял Много Довольно Помнишь Выводил Да Но Во Второй ЦЦ Их Не Строил Долгое Время А Ну Че Сейчас Можно А Он Банчами Хочет Поднапрячь Тоже Вариант Ну Третий ЦЦ Напрашивается От Турка Потому Что Есть Излишек По Минералам И Нет Ну Никакой Надобности В Добавлении Производственных Мощностей Прямо Сейчас Ну И Третья ЦЦ А вот Аристео Не Ставит Вообще Третью Он Что-то Хочет Во что-то Выйти Может Мут Урана Выйти Хочет Откуда У него С трех Газилок На Мут Почти Четырех Ну Там же С трех 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 Он у него Много Много Газа Ой Не доконтроливает Трех Это неприятно Конечно Сейчас Аристелло Ах Не успел Отменить Квену Может Потерять Да С одной Банши Осознанно Ну Нет Теперь Вообще Тут Придется Погулять Рабочими О Еще Много Теряет